Данна Дулатовна Командование Восток, генерал-майор Коншпек Уштаев, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, воины-интернационалисты, воспитанники лицея Жаслан, а также жители и гости города. В честь 77-й годовщины Великой Победы в семье существовали ветеранов, которые не смогли вернуться домой. В парке Победы, собравшись с праздником Победы, поздравил и выразил соболезнование глава города Бахчамбай Ахметов. Дорогие ветераны, уважаемые семечане, сегодня мы отмечаем великий праздник, День Победы. Эту священную и дорогую для каждого из нас дату мы встречаем с особым чувством циновной благодарности. Мы гордимся и не забудем тех, кто самодвежно трудился, отдавая все для фронта, все для Победы. Более 50 семечан удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 13 человек стали кавалером Ордена Славы Трех Степеней. Им было присвоено это звание за храбрость и мужество, но плесне отвагу, проявленное в боях за освобождение страны от фашистских захватчиков. В этом году мы отмечаем юбилейные даты со дня рождения наших земляков, героев Советского Союза, 105-летие Мурагареева Жан-Гроза Акимовича и 100-летие Силина Николая Николаевича. Также 100-летие со дня рождения славной дочери казахского народа Машек Маметовой отмечает вся страна. Для всех нас это вечный пример и образец мужества, стойкости и преданности своей Родине. Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной, пролетелся в Тойбу, останавливал страну в послевоенные годы. Сегодня мы вступили в новый исторический период, мы строим новый Казахстан. И именно сохраняя нашу историю, мы можем созидать новое, современное, высокообразованное, главное, мирное общество. В ходе мероприятия «Минуты молчания» почтили память погибших солдат войны, после чего горожане под открытым мирным небом смогли насладиться праздничным концертом, подготовленным творческими коллективами. Также впервые в нашем городе была организована акция «Зажги свечу» в память о ветеранах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В конце акции собравшиеся на площади зажгли факел у памятника «Вечный огонь» и почтили память героев погибших на фронте. Данна Толготбекова, Довлет от Казинов, Шаслан Замембек, информационная программа «Шарайна», телеканал «Толкожесть». На Центральной площади в честь 77-летия Победы был организован праздничный концерт «Пусть растет мужская слава». В праздничном мероприятии приняли участие творческие коллективы нашего города, они представили горожанам яркие номера. К слову, концерт посетили около 10 тысяч горожан. Каждая песня, описывающая ситуацию между огнем и пулей, жизнью и смертью, близка нашим ветеранам, потому что именно эти произведения помогали и воодушевляли в трудные военные дни. В ходе вечера также были исполнены классические произведения, тем самым люди выразили благодарность героям, которые подарили нам мирную жизнь. В День Победы во многих городах прошли военные парады, праздничные шествия, возложение цветов к памятникам воинов. Отметим, что мероприятие завершилось праздничным фейерверком. Песни военных лет, прозвучавшие на вчерашнем мероприятии, прославляют подвиг наших казахстанских героев. Поэтому они навсегда останутся в нашей памяти. Желаем нашим ветеранам долгих лет жизни, а горожанам мирного неба над головой. Информационная программа Шарейна, ТВК-6 в честь ветерана и мастера спорта СССР по борьбе с самбо Кайрбека Дурмекпаева. Кайрбек Дурмекпаевич в 1968-1970 годах стал победителем всех казахстанских студенческих игр. За эти годы Эдуардзе занял призовое место на первенстве по казах-кресе. В 1971 году к 125-летнему юбилею Абая по призову из армии он стал борцом с верблюдом, а в 1972 году стал мастером СССР по самбо. В этом соревновании принимают участие около 300 юных спортсменов из всех регионов Восточно-Казахстанской области. Целью данного соревнования является воспитание молодежи к спорту, пропаганда здорового образа жизни, повышение их мастерства. В этих соревнованиях юноши получают звание кандидата в мастера спорта. Выражаем огромную благодарность Восточно-Казахстанскому спортивному комитету имени Жахслука Ушкенпырова и этой академии дзюдо, которая принимает участие в проведении этого соревнования. Желаю ребятам только победы. Соревнования участка Ербека Дурмекпаева неоднократно проводились на уровне района и области. На протяжении двух лет соревнования проходят по всей республике. Растет число участников. На сегодняшний день мы привезли более 20 спортсменов из Тарбогатайского района. Эти соревнования проходили на областном уровне, который раньше был в Абайском регионе. Начиная с этого года, проходят на республиканском уровне. Ербек Дурмекпаев внес неоценимый вклад в развитие самбо и казахской борьбы в стране, оставив неизгладимый след. Проведение таких турниров и в будущем поможет имени этого человека навсегда быть в сердцах юных борцов. В Семейском финансово-экономическом колледже имени Рамбека Байситова прошло мероприятие, посвященное ветерану Великой Отечественной войны, заслуженному учителю Казахстана Ролану Мусину. В мероприятии приняли участие члены семьи, родные, интеллигенции и активисты города. Основной целью мероприятия «Навсегда в наших сердцах» стало празднование столетнего юбилея, а также открытие медиатеки «Территория инновационного развития образования» имени Ролана Мусаевича и презентация документального фильма «Унигелю Умрь». Сегодня в нашем колледже проходит большое мероприятие. Это честь для нас, поскольку это тот человек, который внес свой вклад в стройку нашего колледжа. Один из лучших наших директоров. Дочь Ролана Мусина, Куляш Мусина, также приняла участие в большом сборе. Во время выступления рассказала о своей семье и поблагодарила собравшихся. Большое спасибо финансовому колледжу, что они ежегодно, не забывая, стараются торжественно, особенно 9 мая, встречать в таком же положении. Это не только сегодня. Это, знаете, постоянно, каждый год, вот уже 12 лет, у нас такое большое предприятие. Потому что финансовый колледж старается проводить, это в виде воспитательной работы, чтобы у нас поступившие студенты знали, кто он, что он. В мероприятии приняли участие певцы городского дворца культуры, а также известные общественные деятели нашего города. Студенты показали гостям свое мастерство и исполнили с песней своими замечательными голосами. Султан Жаламанов, Драй Титкизин, Марат Сагамба, информационная программа «Шарайна». С 10 по 12 мая в семьи с гастролями приехали артисты Казахского национального травматического театра имени Мухтара Уэзова, которые сегодня провели пресс-конференцию в Театре Абая. В этом году, как вы знаете, 125 лет со дня рождения классика казахской литературы Мухтара Уэзова. Вступление на подмостах Театра Абая в семье в эти дни приобретает сакральный смысл. Ведь Уэзов родился именно здесь, а наш театр носит его имя. Мы привезли несколько интересных постановок, интерпретация которых останется на суть зрителя. Скажу лишь, что режиссеры постарались увидеть их под особенным углом. В мероприятии приняли участие директор национального театрального коллектива с почти столетней историей, заслуженные деятели Казахстана, чьи имена известны не только в стране, но и в странах ближнего и дальнего зарубежа, как Еркан Жуаспек, Бегежан Трусович, Наршан Спеков и режиссер театра Ардиташ Успанбаева. Наш спектакль – это драма об ожиданиях от жизни. Кроме того, в нем есть попытка раскрыть глубже личность кунамбая. Отца Абая, о котором в широком округе мало что известно. Поэтому трактовка спектакля, можно сказать, современная. Она не столько в жизни Абая, сколько его месте в ней. В ходе конференции артисты театра поздравили жителей семьи с новоприепрессионным статусом областного центра Абайской области. Зрители смогут увидеть постановки 10 мая по мотивам Турсова Абая и ОППЕ Мухтара Абайсова Абайжола, драма Абайжгымбаха. 11 мая – драма писателя Медиусерстяки Танин Драгетский-Кенкенчек. 12 мая – постановление поэта-драматурга Исраиля Сабарбая Саган Сиренадаса. И это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова